Раскрою, здесь ее портрет. Значит, вот эта вещь, которую я держу в руках, это подшивка слабой Севастополя. За 44-й год. Вот она, вот подшивка. За 44-й год. Здесь написано, подшивка газеты «Слава Севастополя» за 44-й год. Сохранена Вера Гавриловна Кузьминой, это наш бессменный секретарь был до 1998 года. И передана Леониду Сому, замредактора, на вечно охранение. Вот здесь сразу открывается первый номер. Это номер один. Номер один. Слава Севастополя. Знаете, говорят, редкость сохранения какой-либо вещи или какого-нибудь раритета зависит от случайности. И вот я вот сопоставляю для нашего газетного мира, нашего города, вот эту подшивку, это все равно, что серебряной наградной сестерцей римского императора Атона. Это больше неповторимо. Нет нигде больше. Ну, разве что на цифровых носителях. Значит, почему сохранилась эта подшивка? Ну, во-первых, благодаря тщаниям и добросовестности журналистского состава славы Севастополя и БНРК Камуэля. Но еще и по другой причине. По той причине, что, как сказал Тургенев в свое время, случай – великий романист. Так вот, я вот сейчас показываю случай. Вы видите, от руки записано. Так вот, то, что вы видите, это есть разметка. То есть, разметка денег, гонорара за то, что получали журналисты за написание своих статей. Так вот, эта штука хранится в редакциях 75 лет. Вот и эта сохранилась благодаря этому. Во всяком случае, эта. Это 42-й год. Маяк коммуны, 42-й год. Это совсем другое. 44-й можно было сохранить. Как сохранился 42-й? Вот 42-й сохранился. Вот давайте про 42-й расскажите. Как он мог сохраниться? Ну, как он мог сохраниться? Значит, во-первых, это была подшивка. Но подшивка, когда бомбили нашу типографию, и от типографии осталось, потом осталось только то, что сохранилось в земле. Я вот держу в руках, в руке, раритет. Это буква Я от слова МАЯК коммуны. Вот эта штука, этот литер, найдена вот здесь вот, на месте старой типографии. Я ее приобрел в 67-м году. Вот, здесь у одного собирателя. Так вот, МАЯК коммуны, я еще раз повторяю, сохранился благодаря тому, что на отдельных листах ее, этой газеты, делали разметку, разметку гонорара. Вот мы читаем здесь, сейчас специально причем. ГАНИКОВ 40 рублей за обработку и организацию. Луценко 20 рублей. Вот Луценко я застал. Это старый наш журналист, очень опытный. И что самое интересное, вот сейчас в эти дни в Севастополе прошли мероприятия, посвященные местному нюрненскому процессу. У меня есть большая статья насчет этого. Так вот, Луценко свидетельствовал, я ее еще застал, как он присутствовал на этом процессе. Вот. И как женщины, когда очередной фигурант фашиста его демонстрировали, его деяния и так далее, как женщины на заднем ряду, за ним, за его спиной шептались, сволочь, такое сейчас отреченное, мирное лицо, а какой гад был, когда здесь гадствовал. Вот так вот, дословно пусть. Вот этот Луценко, вот сейчас мы, вот этот Луценко очень много рассказал о том, как печатались и формировались первые номера маяка коммуны, вернее, последние номера в период обороны Севастополя. Сейчас он уже ушел, как говорится. А в связи с этим мне хочется воздать должное и нашим фронтовикам, которые с честью прошли войну через горнила всех этих несчастьй. и начиная с 50-х годов делали Славу Севастополя. Я их знаю по именам. Вот это вот прекрасный журналист Дмитрий Ткаченко. Это Май Бабушкин, который недавно ушел от нас, один из старейших журналистов Славы Севастополя. Это Саша Аржанов, который первый написал о судьбе Туманного колокола, и всех его перемещениях из Франции в Севастополь. Это всем известный Александр Баженов, Александр Васильевич, наш фотокор. Пожалуй, нет такой старой семьи, которая давно выписывала Славу, в которой не были бы вырезки с фотографиями нашего замечательного фотокора. Это Анатолий Фридман, морская пехота, был журналист. Это Леонид Шульга, журналист тоже был. Это долгие годы был замредактор Славы Севастополя Геннадий Григорьевич Ищенко. Ну, наконец, это мой отец, который проработал здесь около 20 лет. Итак, в руках у меня один из последних номеров маяка коммуны в осознанном Севастополе. Читаем. «Вперед к победе! В бессильной ярости мечется враг перед городом, бросая в бой последние резервы, устилая своими погарными трупами подступы к Севастополе. Предстоят решающие бои. Еще несколько дней упорной борьбы, и враг будет обескровлен. Третье его наступление закреплется своей собственной фашистской кровью». Вот так до конца мы верили, во всяком случае наши отцы и деды, что Севастополь все-таки будет долго еще держаться. Ну, всем известно, как все повернулось. Дата выхода – 19 июня 1942 года. До 3 июля остается всего лишь две недели. Так, это тоже моя коммуна за 2 июня. И везде, как мы говорим с журналистами, на открытие выносится один и тот же тензис – «стоять до конца». Заголовок. 2 июня 1942 года. «Твердость и сплоченность, хладнокровие и мужество. Враг предпринимает третье наступление в родной и любимой Севастополе». Это все наши газеты. Вот сохранился послевоенный снимок, послевоенный снимок сотрудников Слава Севастополя. Это, значит, датируется, ну, не послевоенный, но, во всяком случае, 1957 года. Здесь очень много фамилий, из тех, которых я назвал здесь. Вот. И нам этот снимок очень дорог. Затем, шли годы, Слава Севастополя всесторонне освещала жизнь нашего любимого города. И вот сохранился снимок, когда газете «Слава Севастополя» вручали, не вручали, а исполнилось 50 лет. Кстати, в 44-м году она была награждена медалью за оборону Севастополя, а в 76-м году, в 78-м году она была награждена знаком почета, орденом знака почета. А вот это номер. За 18 марта 32-го года в пламени классовых боев рождается мировая коммуна. Славные, если так выразиться, боевые традиции журналистов Славы. Я вот, я застал здесь четыре поколения на своем веку здесь. Они сохраняются и трепетно, как говорится, к ним мы относимся. Значит, до последнего дня журналисты «Маяка коммуны» выходили со своими статьями и были на передовых позициях пассажиров в Севастополе. Буквально с первых же дней после того, как был освобожден Севастополь, вышел первый номер уже «Слава Севастополя». И журналисты, как говорится, были всегда на первых рядах в борьбе за то, чтобы город был возрожден из пепла. Значит, и в наши дни, в 1995 году, на своем, можно сказать, боевом посту погиб наш редактор Владимир Иванович Иванов. Мы все помним его. Значит, в Вашингтоне на стеле погибших журналистов есть и его. 2014 год. Севастополь бурлил. 23 февраля 2014 года на площади Нахимова состоялся митинг. И, конечно же, слава Севастополя достойно отметила. Митинг о том, чтобы и фотокоры были, и журналисты были, освещали в полной мере это событие. А за неделю до исторического референдума наша газета вышла, я считаю, замечательным слоганом. «Помни, чей ты сын Севастополя». И мы осветили референдум, и все, что дальше потом пошло, поехало. В эти дни, когда до нашего славного юбилея осталось уже меньше месяца, газета стала напоминать нашим согражданам, дорогим читателям, всему Севастополю о том, что осталось столько таких. В редакции в настоящее время очень крепкий, очень работоспособный, я бы сказал, очень талантливый коллектив. Мы стараемся делать все, чтобы, как говорится, держать на плаву традиции наших славных. И революционного комитета известий, и коммуны, и, наконец, славы Севастополя, той, которая вышла с первым номером 10 мая 1944 года. Коллектив работоспособный, как говорится, освещаем все стороны жизни нашего города, все грани его существования. И я надеюсь, мы еще долго-долго будем плыть в фарватере славы Севастополя. Продолжение следует...